Дорогие друзья, здравствуйте! Вас приветствует канал Димаш Сан-Франциско. И мы сегодня хотим делать реакцию на песню «Грешная страсть». Вы знаете, что Платон периодически смотрит Димаша, что-то смотрит, что-то не смотрит. Вот «Грешную страсть» он говорил, что он не смотрел никогда. Сейчас будет его первая реакция на эту песню. Платон, вы готовы? Да, всем привет! И сегодня первая моя реакция, ни разу не видел. Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских звезд. Парень, раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, и поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». В Китае человек из Казахстана победил. С хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Платон, вы сейчас услышали о том, что Димаш победил «Голос», китайский «Голос». У вас произвело впечатление? Вы все-таки певец, вы знаете, что такое иметь популярность, и что значит победить на китайском конкурсе. Я знаю, что я учусь в консерватории, и у нас в консерватории очень много китайцев учится. Я даже пел с Титаянкой дуэт. И для китайцев на самом деле все певцы СНГ, и Казахстан, и Россия, они всегда восторгались. То есть они очень любят вокальную школу пения нашу, и эстрадную, и оперную. Плюс, например, в Китае они еще очень любят именно высокие голоса. То есть в прошлый раз мы смотрели «Опера-2», как Димаш исполнял. Это же тоже было на китайском телешоу. И он там выходил за пределы уже начала третьей октавы с тремя модуляциями. И китайцы, они всегда поражаются с таких вокальных данных. Ну, муж стих, определенно, когда мужчина настолько высоко может петь. И действительно, в Китае еще очень жесткие вокальные требования. То есть, потому что там очень большая конкуренция. То есть, ну, там очень много людей. И вот. Ну, а то, что я считаю, что наши страны именно музыкально дружат, это неоспоримый факт, что, опять же, вот у нас, даже в нашей консерватории очень много приезжают студентов из Китая. И потом уже со знаниями, полученными в России, возвращаются на родину. Платон, а вы знаете, что в Китае очень развита культура мужских высоких голосов? Да, я вот об этом сказал. Вот про «Оперу-2», как Димаш ее исполнял. Там, в Китае же «Витас» также популярен. Использует эти голосовые данные в своих национальных, народных песнях, поймите. Поэтому у него есть такой дуэт с китайским исполнителем, где они прям соревнуются голосовыми данными. Ну, ладно, это было к слову сказано. Посмотрим. Так, продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Платон, начало. Как вам начало? Димаш сразу показывает свой грудной низкий регистр. У него это получается отлично. Мы видим, что... У него такой имеется бархатный достаточно низ. Мы видим, что эти ноты опертые. Они имеют такой бархатистый тембральный призвук. Также вот лично я, например, как вокалист, я еще слышу здесь очень много... Вначале много воздуха. То есть, знаете, вот это... Когда он... Вот ты поешь, и одновременно с этим еще слышно именно выдох воздуха. Это достаточно популярный прием у вокалистов. Но чтобы им овладеть, нужно много времени, сил, чтобы этот навык получить. Многие мировые звезды пользуются этим приемом. Например, не знаю, та же Билли Айлиш. Тоже вот у нее такой немного... Она шепотом немного поет. Вот и Димаша. Мы тоже слышим в начале, что у него идет именно звук с таким придохом. Вот, потом он показывает нам вот этот бархатный низ. Ну, а сейчас мне нужно еще послушать, чтобы увидеть. Что дает вот это вот, как вы сказали, с придыханием вот этот звук? Он дает какое-то, ну, такое наше душевное состояние, да, как бы открытость к тому, что вот сейчас как-то попадет что-то такое интересное. Ну, вот как воспринимает это народ? Какую имеет реакцию? Ну, я думаю, это имеет большую роль в создании драматизма, тоже в образе номера. Потому что, ну, мы слышим... Мы, когда слушатели, когда зрители, мы видим полноценный номер. То есть нам важно все. И актерское мастерство, и вокал, и внешность. Вообще все. И, естественно, если мы откроем слова этой песни, которую он поет, песня о любви, что вот только ты одна мне нужна, то, естественно, этот способ, этот прием вокальный с придыханием, он придает драматизма, на мой взгляд, и делает номер более полноценным, более интересным для зрителя. Вы обратили внимание, что Дирс уже готовы, что сейчас будет какое-то новое шоу, ну, можно назвать это шоу правильно, будет что-то новое, новое исполнение и в технике, и тембрально, и какая-то новая постановка. Обратили внимание на это, что зрители готовятся, что-то сейчас будет такое, что заденет их душу, что заденет их... Да, да. Да, накал страстей. Накал страстей. Да, Димаш умеет накалять страсти. Вы обратили, да, на это внимание? Да, да. Так, включай дальше. Дай мне, дай мне, Долгим огнем пылать в омгре и в ненасте. Дай мне, дай мне Ночью и днем сгорать В костре грешной страсти. Ночь замкнула ресницы И вокруг тишина Забыты звуки, руки, лица Мне нужна только ты одна А колдома тобою Выпью зелье до дна И ты вернешь меня из песни В этот мир Только ты одна Дай мне, дай мне Долгим огнем пылать в омгре и в ненасте Дай мне, дай мне Ночью и днем сгорать В костре грешной страсти Дай мне, дай мне, дай мне Дай мне, дай мне, дай мне Дай мне, дай мне, дай мне Да, я вот тут пока смотрел себе Записывал, наверное, все Все вокали Все десять видов вокальной техники Которые использует Димаш в одном произведении Ну, это, конечно, потрясает Потому что... Сейчас я соберусь с мыслями Так, что мы видим? Мы видим, первое, что... Когда начинается часть, где он поет Дай мне в первый раз Здесь мы видим Такой достаточно объемный звук То есть Димаш поднимает заднее небо Расширивает гортань И у нас создается такой объемный оперный звук Вот Причем, что сразу после этого он опять Он опять немного прикрывает гортань И возвращается к более эстрадному звукоизвлечению Вот, то есть из такого объема Он переходит потом опять в более плоский звук эстрадный И потом опять возвращается на следующем дайме Дальше Ночь замкнула На этих строчках Димаш Опять возвращается к приему пения с придыхом То есть такой шепот Что, во-первых, дает драматизма Во-вторых, показывает его способности Что он может тихо петь на высоких нотах Очень мало вокалистов могут тихо петь на высоких нотах Потому что чем выше нота Тем сложнее связкам смыкаться голосовым складкам И, соответственно, сложнее эту ноту спеть тихо То есть когда, например, ну вот Даже я Вот, например, я Я когда пою на высоких нотах Пою тихо У меня вот есть такой маленький риск Риск того, что нота может съехать Ну в простонародье я могу дать петуха Когда вот Я перестаю контролировать свой голос Я еще учусь, осваиваю все Вот У Димаша это прекрасно выходит То есть если вначале мы видели Вот это звукоизвлечение шепота на низких нотах То потом это уже в середине При этом все Он миксует это с широко открытой гортанью И поднятым нёбом Что формирует Объемный оперный звук И потом уже на вокализе То есть когда начинается вокализ без слов У нас возвращается вот этот вот Контрценуровый фальцетный регистр И Димаш здесь я себе тоже записал Я только что перепроверил Так как я не абсолютник Димаш у нас доходит до ля То есть до ля третьей октавы И это Ну я в первый раз смотрел Я прям удивился Даже удивился нисколько там Я уже слышал как Димаш поет на высокой тесситуре То есть мы с вами смотрели опер 2 Я до этого что-то еще слышал Вот А в этой песне Ну то есть я не ожидал такого Потому что она начиналась Вообще внизу С вот этим вот признаком Я думал сейчас вот будет у нас все ровно И потом у нас вот в середине Начинается вот это Академическое можно сказать пение Это у нас опять широко открытая гортань Это поднятая нёба И контрценуровый точный звук Я хочу сказать, что он Переходится Поп-музыки На оперное пение В этой песне В этой песне Он вообще использует Мне кажется 10 видов звукоизвлечения Ну звукоизвлечения Это разные вокальные приемы То есть есть там Ну там приемы там Твэнк Это такое пение в нос Вот многие там Джазовые певцы его практикуют Есть там фальцетное пение То есть это как раз Контртенор Есть вот это вот Спрей дыхания Пение И в одной песне Он использует Очень много Получается Больше семи Вокальных Извлечений И все они сделаны хорошо И все это уместно То есть это не выглядит Как какая-то Вот как не знаю Делали пиццу И положили туда авокадо Томаты Ананас Шоколадку А это что Выглядит что Он очень Песня сама написана С умом Вот я не знаю Кто ее писал Сам Димаш А студио Кто еще рассказывал А студио писал песню Серкибаев Я не помню имя В общем это Ермека Серкибаева Известного нашего Оперного певца Ермека Серкибаева Сын Байгали Серкибаев Это он написал Эту песню Вот Ну эта песня Давно звучала В Она была в репертуаре У Баттера Но потом Вот ее перепел Димаш Кстати я смотрела на ваше лицо Все это время Сначала у вас было лицо Таким Вот Достаточно строгим Потом Когда он перешел на высокие ноты У вас лицо подобрело Глаза Так Немножко у вас был удивленный Такой вид Да А что Типа Теперь ты переходишь На другие ноты Прямо здесь Сейчас Да это так было Да То есть я Не то чтобы я не слышал Как Димаш поет на такой высокой тесситуре И что он умеет так петь Я это слышал Но Но Здесь это настолько Грамотно еще в этой песне сделано Ну Мне эта песня больше чем Опера 2 нравится И сейчас я вот думаю Это первый раз слушаю Добавлю себе в плейлист Вот Да Да Что вас удивило Когда он переходил Из одной тональности В другую Меня удивило Что в одной песне Очень много Способов звукоизвлечения То есть в одной песне У нас есть и опера И эстрада И фальцет И шепот И бархатный низ И я уже не удивлюсь Если там к концу Не знаю джаз начнется Послушаем А может быть вы и так Да давайте послушаем А может быть вы и так 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 А может быть вы так Субтитры создавал DimaTorzok Фанаты бегут к Димашу и дарят цветы. Это заслуженно? Конечно, ну да, конечно, заслуженно. Это впечатлила эта песня вас? Да, и конец песни тоже, когда Димаш уже переходит. Куда он переходит? По-моему, он переходит уже на ре третья. Я уже допутался, какой там октавы. Бэк-вокалисты продолжают петь основной ритм песни. Да, и ну вот я сейчас смотрю на весь номер целиком. Опять, вот я как слушатель, все, представим, что я не вокалист, я просто слушатель, оцениваю в первый раз. Сам номер построен тоже впечатляюще. То есть даже там, не знаю, работа со светом, вот этот вот синий свет, большая сцена, музыканты, бэк-вокалисты, клавишник, бас-дитара. Все это создает огромное впечатление и того, что, ну, Димаш, единственный вокалист, он совсем справляется, как мы видим. То есть бэк-вокалисты, они поют основную часть только тогда, когда он там уже на третью октаву переходит в альцетный регистр. И, ну, потрясающе. Он на самом деле по жанру перешел уже на джаз там? Нет, 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 это я сказал, это я просто сказал, что... В одной из реакций кто-то сказал, что это и есть часть джаза. Да, вот он, помните? Ну, это, вот это, ну, вот эти вариации. Сейчас. Ну, это такой, можно сказать, немного блюз-ритм, но я бы не назвал это именно джазом. Это просто фальцетные, так сказать, украшения. То есть это вот как... Очень красивые фальцетные крепкие украшения. Все-таки, ну, стиль песни, несмотря на то, что Димаш использует миллион способов звукоизвлечения от оперы, шепота до фальцетного регистра, в любом случае жанр песни, ну, остается жанром песни. То есть, вот. Но номер поставлен потрясающе. А вы знаете, что очень многие, почему люди восхищаются этим номером, не а не профессионалами? Потому что он здесь показывает высокий уровень дыхания. Это так? Да, да, спасибо, что напомнили. Я тоже об этом не сказал. Как-то насмотрелся на Димаша и навострил уши для способов звукоизвлечения. Да, про дыхание. Да, если посмотреть, он действительно мало дышит. То есть ему хватает дыхания, он вдыхает. То есть есть вокалисты, которые, знаете, они там поют. Домой достроен, но я в нем один хлопну. То есть не хватает им дыхания, они постоянно перехватывают. Димаш берет, он правильно распределяет дыхание. Несмотря на... Он же плаванием, как я понимаю, в детстве занимался, да? Это не то, что любимый его вид спорта. Это много. Да, в любом случае. Ну, я не знаю, продолжает ли он сейчас. Но дыхание очень развито. То есть как раз плавание, бег, ну, вообще любой спорт, оно расширяет объем легких. Но объем легких это одно. Можно там быть с большим объемом легких, и тоже тебе не будет хватать дыхания, потому что ты будешь как раз очень много выдавать воздуха. Вот, кстати, вот как в начале, когда Димаш вот с придыхом поет, это как раз вот он выдыхает воздух. Тут он чуть больше расходует, чем уже там в середине и в конце песни. А в середине и в конце песни он действительно мало перехватывает дыхание, берет, ему хватает на несколько музыкальных тактов, так как он очень хорошо работает со своим объемом легких, он его знает, правильно работает диафрагмой. Это такая перекладинка между легкими и этим желудком. Вот, и главное, не передавливает. То есть он вот на фальцетном регистре нет вот такого, что типа, вот нет вот этого, когда вокалист там давит слишком много. То есть все легко, все льется. И как раз эта легкость, она тоже позволяет вот эти вариации в конце спокойно делать. Та-та-та-та-та-та. Ну, сейчас я уже не напою. Вот. А вот скажите, пожалуйста, вам вот по драматурге, опять же, вы заметили, обратили внимание, что здесь он включает какие-то национальные звучания. Например, у нас, у казахов есть песни, когда, допустим, трагические песни мы применяем. И вот там как раз вот это звучание, плач и так далее, вот какие-то вот такие звуки, и он также туда, в песню включил. Ну, да, последние вариации. Ну, я не очень знаком с музыкальными мотивами Казахстана, к сожалению. Вот. Но это действительно, ну, как я уже сказал, украшения, построенные по пентатонике в музыке. И я думаю, в этом есть, конечно, элемент народного творчества. А вот как вам вообще народное творчество? Он же даже включил элемент песни туда, в часть, тогда, когда он начинает вот этот длинный вдох и при выдохе. Да, в колясе. Да, вот эта часть, вы знаете, да, что за часть народной музыки? Никогда? Нет, к сожалению. Я не думаю, что здесь взята вот прям конкретная какая-то часть, вот какое-то произведение, которое существовало и полностью скопировано. Я думаю, что это написано именно в стиле. То есть, ну, вот как, не знаю, художник пишет картину в стиле эпохи Возрождения. Это не значит, что это будет копия какой-то. То есть, это в стиле написано этого музыкального творчества. То есть, получается, Димаш просто-напросто вкрапил или включил народное творчество. Мало того, что он кусочек включил, народное творчество, казахское народное творчество по целую песню. Он еще и применил звуки, вот когда вот в конце он применил вот эти вот звуки. Я же говорю, что у нас есть у казахов такие вот трагичные звуки, когда, ну, вот если говорить по большому счету, вот человек, когда уходит, умирает человек, в это время женщины должны как бы оплакивать. И они плачут, рыдают вслед человеку, уходящего человека. То есть человек, который умер, его уносят. И женщины рыдают таким плачем. Вот он, Димаш, он, значит, это использовал. Видите как? И это, безусловно, имело эффект на зрителя. Да, нашего рода. Да, конечно. Это, вот, не знаю, ну, как плач Альмиры, там, из оперы. Вот, очень много где есть, вот, в академической, кстати, музыке, вот, тоже похожие элементы. Эрик Курман-Галиф же тоже, по-моему, использовал такие элементы, да, в своем пении? Ну, Эрик Курман-Галиф, у него не было своих песен. Он пел, в основном, академические, то есть, произведения. Ну, да, конечно, если взять, вот, что он пел, Ратмира, да, вот, даже там, не знаю, вот, Эрик Курман-Галиф пел вот это. Чудный сон живой любви, будет жар в моей крови. Вот это вот. Это же тоже народный мотив. Серьезно? Мы никогда бы не задумались, что, оказывается, Эрик Курман-Галиф в оперную арию классическую. Ну, это не Эрик Курман-Галиф написал, то есть, он это пел, это написал Михаил Иванович Глинк, это русский композитор. Он вкрапил, он включил народное звучание в эту песню. Правильно ли? Ну, да, если мы посмотрим, там, на творчество композиторов, которых пел Курман-Галиф, то есть, это, не знаю, от Россини до Глинки, то все оперы, они же писались на какие-то сюжеты, вот, и Ратмир, это Руслана Людмила. Ну, там вот именно мотивы русского народного творчества, то есть, это везде есть, это часть музыки. То есть, ну, я считаю, что, если ты, там, пишешь песню, исполняешь песню, в любом случае ты будешь, вот, писать песню, руководствуясь на том, что ты когда-либо слышал. То есть, в нашем мире уже столько музыки, что всегда, когда ты что-то пишешь, тебе в голову что-то придет, что будет связано с тем, что уже кто-то это писал. То есть, народное творчество, и все это, это, ну, так музыка устроена, в особенности классического. Ага, Платон, а у вас, вы сегодня, для себя вы что-то почерпнули сегодня, это для вас, вы теперь сказали, что включите в свой список прослушиваний, да, эту песню? Да, я уже добавил, да, мне очень понравилась эта песня, вот, я еще раз пересмотрю для себя, уже, наверное, с точки зрения студента-вокалиста, может быть, подсмотрю несколько приемов у Димаша, вот, ему не рассказывайте. Вот, и... Вас, оказывается, уже учат вокальному пению, мы не знаем, но многих уже учат вокальному пению, и включительно и вас теперь будет учить. Ну, да, поэтому обязательно себе добавлю, вот, и, ну, номером я поражен, я прям увидел что-то такое, ну, я так не видел его, я увидел что-то свежее, мне прям как-то хорошо стало, не знаю, получил удовольствие. Платон, я хотела бы поблагодарить вас за эту реакцию, вот, и я думаю, что еще мы будем делать это впереди, у нас будет много других реакций, скоро выйдет новая песня Димаша, буквально завтра, будет даже пресс-конференция на эту песню, там он в каком-то образе, какой-то вампир, что ли, что-то в этом духе, это будет завтра, но мы с вами не обязательно будем делать реакцию завтра, можно делать реакцию похоже. Дорогие друзья, я бы хотела бы сделать объявление, вот только что вы услышали реакцию на песню «Грешная страсть», а сейчас мы бы хотели организовать зум-встречу с Дирс, именно на эту песню «Грешная страсть». Вы прекрасно знаете, что Димаш обладает широким диапазоном, кто-то говорит 6 октав, кто-то говорит 8 октав, он свободно переключается с одной октавы на другую, он свободно переключается с одного музыкального стиля в другой стиль, он переключается с одной техники в другую технику. Все мы, конечно, впечатлены и эмоционально захвачены его мощной подачей и проникновенной экспрессией. Иметь такие навыки, которыми обладает Димаш, это очень большое дело. И, конечно же, этими профессиональными навыками хочет обладать и молодежь. Поэтому не случайно на этой зум-встрече будет присутствовать Платон Силаев, студент третьего курса консерватории в Санкт-Петербурге. Поэтому, в первую очередь, мы хотели бы, чтобы эта встреча носила конструктивный характер, чтобы на этой встрече присутствовали профессионалы, чтобы они могли дать конкретные советы по вокалу. Друзья мои, как всегда, я готовилась к нашей сегодняшней встрече, и я кое-что написала на бумаге, поэтому некоторые свои заметки я буду считывать с листка бумаги. Еще я хотела бы сказать, что, несмотря на свою известность, Дирс восхищается его смирением, добротой, преданностью своему делу. Несмотря на свою известность, он остается простым и активно общается со своими поклонниками, выражая признательность за их поддержку. Поэтому, я хотела бы собрать тех Дирс, которые бы могли рассказать о своем опыте общения с семьей Димаша, с преподавателями Димаша. Может быть, кто-то ездил в Ак-Тюбе, общался непосредственно с преподавателями Димаша. А также, может быть, с друзьями, однокурсниками. Те Дирс, которые могли бы поделиться вот этой информацией с нами. Димаш, вы знаете, часто использует свою платформу для распространения посланий, любви, единства, культурного взаимопонимания. И, конечно же, он находит отклик у его разнообразных фанатов по всему миру. Поэтому я хотела бы пригласить тех, кто хотел бы выразить свои чувства к Димашу, его творчеству, через стихи. Но, возможно, есть у вас какой-то свой личный опыт, когда вы от творчества Димаша, от его песен, какие-то эмоции переполнили вас. И вы хотели бы поделиться этими эмоциями с нами. Пожалуйста, мы приглашаем вас на нашу Zoom-встречу. Я, конечно же, понимаю, что за один раз мы не сможем все обсудить, все вот эти вопросы, о которых я сказала. Но, дорогие друзья, давайте у меня вот такое есть предложение организовывать такие встречи периодически. А скорее, наверное, не периодически, а лучше систематически. Для чего? Для того, чтобы мы могли на моей уникальной платформе, а я считаю свой YouTube-канал Димаш Сан-Франциско и Димаш Дирс Сан-Франциско уникальными. Потому что именно здесь мы создаем международные площадки, где мы можем организовывать какие-то новые проекты. Ну вот, например, это концерты, это вот Zoom-встречи. Например, вы видели, наверное, концерт, который состоит из двух частей. Мы сейчас организовываем третью часть. Это будет совершенно новый проект. Это будет, возможно, коллаборация. Я не знаю, что это будет, я не могу пока сказать. Но я бы хотела вас призвать к тому, чтобы вы подписывались на два этих канала, ставили колокольчики с оповещанием и, естественно, ставили свои лайки. Потому что это даёт возможность дальше продвигать мои видео, мои подкасты, мои концерты. Хочу с вами попрощаться и сказать, что мы любим Димаша не только за его исключительный талант, но и за искреннюю связь, которую он разделяет с нами. И давайте будем положительно влиять друг на друга, создавать новые проекты и новые площадки для Дирс. Для тех, для кого музыка Димаша — это не только те эмоции, которые мы получаем от самого Димаша, от его творчества, от его песен, но это также какое-то вдохновение для нас, радость в музыке Димаша. Можно сказать, это утешение от всего, что происходит сейчас в наше неспокойное время. Мы вот на этой площадке, на YouTube-канале, научились с вами преодолевать языковые и культурные барьеры. И примером этого является мой канал. Итак, друзья, в 8 часов вечера, в субботу, по московскому времени, мы будем организовывать эту Zoom-встречу. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Ссылка будет именно на Zoom. То есть вы заходите на эту ссылочку, и таким образом автоматически становитесь участником нашей встречи. Я буду ждать вас с огромным желанием общаться с вами, дорогие мои друзья. До новых встреч, друзья мои. До новых встреч, как на канале, так и на нашей Zoom-встрече. До свидания, друзья. Жду вас.